Дорогие, продолжение следует, как и каждого нашего разговора, продолжение следует. Вот мы говорили буквально на днях с вами о старых молодых душах. И я сакцентировал ваше внимание на то, что приходят души достаточно с маленьким опытом в нашем тренерии. А есть очень опытные души. И порой получаются ситуации, когда ваш ребенок значительно умнее и мудрее вас. Будьте к этому готовы. Это просто опыт этой удивительной души. И поэтому я вам очень сильно рекомендую. С самого рождения, а лучше еще до, общайтесь со своими детками, как с равными. Не надо суси-пуси, конечно их нужно любить. Но не надо никаких преуменьшительных вот этих вот словечек. Относитесь им, к детям своим, как к равным. И как взрослым доверителям. Относитесь к ним с уважением. Вы знаете, мои дети задавали мне в детстве такие вопросы, на которые было сложно ответить. Я вам скажу, что не каждый взрослый задавал эти вопросы о мироустройстве, о том, что такое звезды, как устроена Вселенная, почему растет трава, почему трава пахнет солнцем и так далее. Поэтому уважайте своих детей, чтите их, чтите в них ту частицу себя и ту частицу Бога, которая в них находится. Ваши дети мудры, они не менее чем мудры. И более того, они вам ничем не обязаны, а вы не. Это тоже учитывайте в своих отношениях с детям. Поэтому любите своих детей, всем сердцем, уважайте. Но вы сможете любить и уважать своих детей только тогда, когда вы будете любить и уважать себя. Живите достойно, в чести.